Индукантом квадха. Очень нечасто встречающийся квадха или кашая, который используется для баланса пищеварительного огня. Особенно для людей конституции пита и капхи, и особенно, когда есть такая неприятная вещь, как изжога. Две формы изжоги. Это когда первое, это чистая пита, увеличенная пита, в результате употребления пищи, которая обладает вкусами, повышающими питу. Это кислый, соленый и острые вкусы. Например, острые специи приводят к сильно увеличенному огню, и физически огонь не успевает уходить из места переваривания пищи, из желудка, из 12-перстной кишки и тонкого кишечника даже. И какая-то часть огня свободно через пищевод попадает в ротовую полость. Дифференциальная диагностика или как узнать, какая это изжога, в этом случае простая. Глоток холодной воды сразу же нейтрализует повышенную активность питы, изжога уменьшается и уходит, и не возвращается, что очень важно. И это относится к первому типу изжоги. Второй тип изжоги чаще всего требует более длительного лечения, и эта изжога более настойчива в своем проявлении. Это тогда, когда огонь, который находится в месте переваривания пищи, не может свободно уходить с едой из-за амы. Из-за амы или из-за шлаков. Когда шлаки просто блокируют движение огня дальше по пищеварительному тракту. И тогда этот огонь также через пищевод попадает в ротовую полость. И в этом случае, если человек пьет холодную воду, он не получает результат. Вернее, как? Он сразу получает результат 5-10 минут, полчаса, а потом изжога, наоборот, усиливается. Спрашивается, почему? Потому что ама, как правило, материальная ама – это капха, не с балансированными качествами. А капха – холодная по своей природе. Человек пьет холодную воду, питу-то это нейтрализует, но холодное качество одновременно повышает капху. И капха еще сильнее начинает блокировать движение. Вот одна из эффективных форм квадхи, индукантом квадха, которая применяется в основном в таких ситуациях, когда у человека пищеварительный огонь не сбалансирован, когда огонь не свободно движется по пищеварительному тракту, когда ама блокирует движение огня. Вот это индукантом квадха.